Насчет хвостов И там прямо отдельный прилавок с этими хвостами То есть они всех размеров, всех цветов Мы начали гуглить хвосты в интернете И они были с очень странным креплением Креплением Всех, кого я знаю, с кем мы катаемся, считают, что это мувитон Типа сегодня это не круто Но опять же, если в вашей тусовке это круто То никто вам не запретит этого носить Это тоже касается модных фэшн-шмоток И вот эти люди с хвостами И в Богнере смотрят на человека, который в широких штанах катается Ну точно так же, как он смотрит на них Для меня, например, хвост Есть девочки, которые любят очень себе на мобильный телефон Прикрутить какую-нибудь мохнатку вот эту вот на цепочке И вот для меня это примерно то же самое То есть мне всегда интересно Я ни разу не видел Мне интересно вот эти девушки с хвостами, которые катаются Что у них прикреплено к телефону Но я ни разу не видел Для меня это пока что будет квест Ну не квест Кейс Все, давайте, наверное, расскажем Теперь про нюансы стиля Орех Орех, наверное, мы говорим Оленей Про оленей нет Но есть такой, да Все, мы поехали, да, уже про Про всякие стили Есть известный очень западный такой паблик Jerry of the Day Если вы на него не подписаны, подпишитесь Они снимают адских чайников Причем выкладывают Да, они их выкладывают, им присылают видео с одищенскими чайниками То есть это те люди, которые шлем надевают задом наперед Те, которые маску надевают не вот так, а вот так И смысл в том, что им так удобно Ну, то есть это правда Ну, да, реально мы рекомендуем подписаться Потому что в России не сформировалась, так скажем, культура, стиль и поведение У нас люди толком не знают, как себя на горе даже вести И они не берут инструкторов, им никто не объясняет Они стегиваются в лыжи задом наперед И действительно так катаются И это не шутка Я несколько раз видел людей, которые стегивались в лыжи один раз видел Не буду урать А вот шлемы задом наперед я вижу регулярно Более того, например, защиту для роликов При мне ни одна девушка лет за десять не надела правильно Несмотря на то, что это нарисовано Ну, как ее надевать Я не понимаю, почему так происходит Но, в общем, вот этот Джерри у них в Москве Я вот много раз слышал это слово орех То есть это такой адский чайник То есть это не начинающий Мы очень сильно разграничиваем эти понятия Есть человек, который учится кататься Он там старается что-то там понять Действительно, да Учится А есть человек, которому все равно не думает Не думает о том, как себя вести Как он выглядит И вообще это человек, который случайно оказался в лыжах или в доске Ну, вот, наверное, я не знаю, правильно я объяснил Это как я понимаю Но вот Самый такой Качественный Орех Это был абсолютно пьяный человек В шапке-ушанке там Сдвинутой набекренью У него джинсы были заправлены в расстегнутые горнолыжные ботинки Он был без палок Это в Шерегеше мы видели в прошлом году И Ну, этот человек действительно был опасен на склоне Ну, то есть, как бы, это вроде смешно, да Но я понимаю, что этот человек в таком состоянии Вылез на гору И когда он поедет, он просто неуправляем Он пьян У него не отрегулировано снаряг Ну, видно, что он не готовился Он взял, возможно, чьи-то лыжи Я не люблю таких людей Потому что, как минимум, это опасно Ну, как бы, во-вторых, это смешно Как и насчет кигуруми А, кигуруми, да Костюмы зверей Тут мы потихонечку приходим к субкультуре К сноубордистам К людям, которые одеваются как сноубордисты Которые на склоне хотят выглядеть как сноубордисты Здесь достаточно сложно нам о чем-то говорить О том, что принято здесь у нас в России Как катается в Поляне Как катается там Шерегеше и так далее Потому что, как таковой, культура еще нормально не сформировалась И мы хапаем откуда можем А культура достаточно быстро меняется Можно чуть-чуть прямо пробежаться про историю Изначально сноубордисты Изначально это вообще контр-культура Это люди, которые против всего все делали Люди, которые первое время боролись с вернолыжниками Боролись с курортами Боролись с работниками курортов Хулиганили по-всякому И они обычно одевались специально не так, как все вокруг Поэтому, и в принципе, если мы говорим про Америку Как родоначальник стиля сноубордического Там все, в принципе, до сих пор так и происходит И горнолыжники оделись в яркие цвета Горнолыжники оделись в высокие мембранные патагонии Там это и нароны и так далее А сноубордисты оделись в черное, в серое С накладными карманами И не отсвечивают То есть, если там 10 лет назад, 15 лет назад было наоборот Все горнолыжники катались в серых куртках-черных штанах Красных куртках с белыми полосками на ключах Горнолыжники одевались в салатовый, желтый, голубой С любыми рисунками, как и можно То сейчас все перевернулось в обратную сторону Яркие цвета это принадлежность аутдорного рынка сейчас Аутдорный рынок это выбор пожилых горнолыжников В Европе и в Америке, соответственно, сноубордисты в обратную сторону Серый, черный, коричневый, кирпичный цвет Темно-синий цвет Желательно плейн Однотонная куртка, однотонные штаны Ну, то есть максимально против того, что в тренде у горнолыжников Сейчас скажем про беспалевность У меня на самом деле был такой момент Я оказался на склоне, ну как в кабинке, на склоне С двумя очень разными людьми Два молодых парня из Норвегии, по-моему Такие прямо сноубордисты-сноубордисты Ничего, кроме сноубординга, у них в жизни нет И 50-летний дядька Один из основателей фирмы Ром Сноубордистской И вот мы все вместе едем И вот эти ребята в черных куртках, в серых штанах И дядька этот точно так же То есть он тоже, у него черная куртка У него темно-серые штаны У него черная шапка Маска с черным стрэпом Такие, не то чтобы прямо ниндзя-ниндзя А просто как ничем не замечательный человек И я их спросил, как же так получается Мы-то там у себя в России до сих пор считаем, что сноуборд это ярко, стильно, молодежно Там вот сочинская форма, да, вовсю До сих пор пестрит музыка Вот И все дела А вот они вообще вот не так выглядят И они абсолютно разные вещи не сказали Норвеги сказали именно так Они сказали, у нас родители То есть в Европе люди Ну, люди старше Они больше денег имеют, чем молодежь Соответственно, они более богаты Не то что у нас Все взрослые Да, не то что у нас Вот Соответственно, все взрослые горнолыжники Ски-туристы там и так далее Они одеты в самые топовые бренды В Нарону, в Бергенс, в Патагонию, в Нордфейс Еще во что-то Это голубой, желтый, салатовый Или все сразу Или все сразу, да Все вместе Супер-ультравысокотехнологично Проклеенные молнии Все вот это дело И у них вот так вот выглядит Это по-стариковски У них молодежь так не будет одеваться никогда Так же, как мы не будем одеваться Как наши родители Вот Американец Ну сколько он, 50 лет? 50, 55, по-моему Он Он оторвал Он хулиган, конечно То есть они пишут у себя в каталогах Ромовцы постоянно пишут у себя Там в соцсетях Спрейт из Киерс Там перепрыгивают через ограды Через Спрейт типа окати снегом Окати снегом, да То есть я первый раз в жизни увидел, что это реально так Что это не просто броски лозунг на футболки Там или что-то еще А едет человек Взрослый дядька на сноуборде Едет вниз И если он видит, что остановился горнолыжник И ускудит Снял перчатку Достал телефон А это Австрия Там все такие Достал телефон То он просто проезжает И обдает его снегом целиком Так вот Потому что некогда стоит на сконе И некогда не будет лыжником Вот Ну то есть Это вот прямо старая школа Это прямо огонь И он говорит Если ты заметно выглядишь Тебя Ты перепрыгнул через ограду Ты спрыгнул, например С подъемника С домика Или с подъемника Ты спрыгнул И уехал куда-то в лес Тебя внизу Сразу за шкирку возьмут И отнимут Скипас Все Твой день катания закончился Если у тебя скипас сезонный То у тебя закончился сезонный Соответственно Поэтому у них горы полны Вообще Сноубордистов Одетых в черной куртке Серые штаны Серые куртки Черные штаны Черных шапочках Черных масочках Которые хреначат делать Все, что им вообще надо И если им кто-то ловит И говорит Это ты Он показывает на карту На камеру Говорит вон там А потом показывает на склоны А их там сотни И они одинаковые То есть Непреглядность Это вот именно Контракультурность такая То есть Ты хулиганишь Ты не должен выделяться в толпе Ну как бы классический Городской Там Граффити Скейт И все это Все это что-то Правда Скейт Бар Ну Скейт Ну Это вот Что касается цветов И нам сейчас достаточно сложно Это понять И мы когда делаем Заказанную одежду Еще что-то Очень сложно понять Что вообще происходит У нас Красно-оранжевый Салатовый В моде Там Ну только куртки Кстати Штаны Со штанами Все все-таки Аккуратнее Себя ведут Вот Мы приезжаем там На митинг Того же самого Ну на встречу На презентацию Того же самого Аирбластера Или Бертона Или еще куда-то И там вот такая гамма От серого Через бордовый К черному И ты смотришь Не понимаешь Мы вообще точно К снокбордистам приехали Или что Это спецодежда Может быть И постепенно Это приходит сюда И сейчас Достаточно сложно Найти То в чем катались раньше И салатовую куртку С желтыми штанами И на склоне Это уже выделяется Как не очень Ну как человек Выпрыгнувший Откуда-то из нулевых Комбезы Комбезы тигон 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 Вот Соответственно Сейчас очень сложно поймать Сейчас Ну сейчас время такое Да Постмодерн Фьюжн Как это Эклектика Эклектика Да Смешение стилей Там еще что-то такого И люди В принципе Сами по себе Не испытывают потребности Демонстрировать Свою принадлежность Контркультуре Если мы Вспомним Молодость нашу То мы поймем Что раньше Посмотрев на человека Можно было определить Что он в наушниках играет Этот там Алиса слушает Этот там Рэп слушает Этот еще что-то Сейчас практически Невозможно Точно так же Как Невозможно определить Сноубордист ли этот человек Или скейтер этот человек Еще что-то такое Ну то есть Немножко размылись грани Плюс Опять-таки Да еще раз Я скажу про Аудорное влияние Очень мощное Про вхождение Во все Бордшопы Всего мира И Онила И Нордфейса И Арктерикс Да Арктерикс Вот Ну То есть То чего раньше Не было Точно Никаких Бордшопах И люди Все-таки Больше Стараются Заморачиваться На функциональность И меньше На какую-то Прямо Суперяркий Стиль Что стиль-то Все равно Остался Стиль остался Да Ну сейчас Вот Холден Эйвбластер Выглядит Как городская Ну Бодписит Ну да Там Бодписит Ну то есть Стиль Остается И если мы Говорим Про Рождение Стиля Сноубордического Тут нужно Понять Что Он Очень Из разных Мест Появлялся Огромное Количество Лыжников Стали Сноубордистами Когда Появился Сноубординг И до хрена народу Каталось Именно в лыжной одежде Брались На размер побольше На два размера побольше Но все-таки Это была Крайкель До лыжной одежды Очень много Пришло Из скейта В скейте Ну и в стрит Именно в стрит Пришло Влияние Там людям Вообще Принципиально Все равно Что одевать В чем Добиваться С лестниц Да Они должны Выглядеть так Как будто Они не сходили Только что В магазин Купили Все Как будто Они чуть не На помойке Это все Нашли И Соответственно И мода Под них Делается И для стрита Для подонков Для уличной Всей культуры И одежда Похожая На простые Городские Черные куртки Просто без всего Просто балахон С принтом Какой-то Скажи Тейкмандир Бойтей Вочи Здесь Тему Про Шапку Белобод Это Ванбол Ванбол Да Очень показательный Пример С культуры Ну да То есть Мы привезли одежду Ну это Скорее Апарель Называется То есть Это не катальная одежда Одежда Для повседневной носки Вот именно Показать Принадлежность Принадлежность Сноубордической культуры Есть бренд Ванбол Джей Который делает Парафины Это сноубордисты Абсолютно Отвязные Пробитые Вообще Черти Ну Всю свою жизнь Они посвятились Сноубордингу Они там В Америке В маленьком городке Родились Выросли И вот они там И есть И соответственно Ну это вот Люди Близки К появлению Таких брендов Как Липтех Каменс Синейка И так далее Но неважно И вот у них одежда Черная шапка Черная футболка Черная толстовка С надписью Hold my beer Watch this Подержи пиво Посмотри Типа Чай раздам Это фразда С которой Обычно Травма Начинается Вот То есть У них нету Никаких Стилей Что широкое Узкое Цвет Ничего похожего Нет Это классическая Скейтовая Культура Просто Шмотка С принтом Все Ну то есть Никаких Но Социальные маркеры Так называют Как мы узнаем Друг друга Да Вот это важно То есть Ты знаешь Ты идешь И там идет Группа людей Возможно Они опасны Но ты смотришь Ну да Мы сейчас Про такую вещь Как социальные марки Поговорим И мы обещали Сказать Что там Про шапки Кепки Вот внезапно Мы оба На Коал Ну уголь Переводится Это американский Сноубордический бренд Вернее Это бренд Который делает Вещи для двух Типов людей Тех Кто катается На сноуборде Тех Кто ловит Рыбу Нахлостом То есть Это я сейчас Не шучу Кстати Это очень Очень модная тема Очень крутые Кепки И вот если Ты видишь Человека Что он купил Коал То скорее всего Сноубордист Если это в России Потому что Часы Никсон Тоже на Роме У меня Касио У меня Немножко Другая тема И Все эти Социальные маркеры Они все равно Чуть-чуть остались То есть Ты когда Ну идешь Не знаю В метро Ты все равно Чекаешь человека Там по брендам В чем он одет Ну понятно Что к этому чуваку Ты можешь примерно Подойти Ты видишь Что он тебе Более-менее близок По брендам одежды И наверное Там ты ищешь Не знаю Магаз Траектория Я кстати Когда искал Магаз Траектория Я увидел чувака Который шел с рюкзаком Декайн У него была Какая-то там Ну короче Видишь Чувак катается Либо на скейте Да там Ну кстати Непонятно на чем Как ты говорил Либо на скейте Либо на лыжах А может быть сноубордиста Может он перешел Но я к нему подошел Я совершенно точно знал Что я от него Не отгребу Но я боегубников Вот И я точно знал Что он мне Совершенно четко ответит Как пройти в траекторию Ну так и оказалось Вот Ну это наверное Важный момент Давай про шапки Да почему еще Вот Постоянный вопрос У нас в комментах Там вчера было Типа чувак Ты типа Ты что все время в шапке Ну вообще в помещении Принято Снимать шапку Вот У меня был вопрос Вообще кем принято Почему принято Ну откуда это пошло И Там должны ли мы Там снимать головные уборы Там Перед кем-то Ну на мой взгляд Это монархические пережитки В принципе Когда кто-то должен был Там холоп Перед кем-то Ну снимать шапку Или Да Возможно Да Снова это придет Либо там все Там Должны были вставать Когда там Заходит учитель А потом сами учителя Сказали Нет не надо Мы сейчас С вами по-другому Преподаватели Университета По-другому Начали общаться Есть несколько вариантов Почему Допустим Я уже снимал шапку Вы видите Да Я там Не успел голову помыть И Когда ты весь день катаешься Ты потом идешь тусить Ты идешь в клубешник Ты одинокий Молодой сноубордист Днакомишься там С красивыми девочками Вот у них конечно сложнее Но Когда Ты просто надел на себя Нормальную шапку Все ты нормально выглядишь Вот Все вот это Вот там Мокрое Возможно оно пахнет Потому что шлем Потому что жарко Ну действительно Это какие-то Практические соображения А тут Всегда все нормально Опять же Это возможность Там Она видит там В Арктейксе Ты Или Например Ты в DC То есть Что мы там Фрирайду раздадим Или мы завтра В парк пойдем Ну как бы Это вроде Смешно-смешно Но я примерно На это смотрю И я примерно Понимаю Вот И Так Не помылся Ну это женская Тема Которую все знают Если девочка в бейсболке Значит у нее голова грязная Ну вот Бэдхэйрдэй Бэдхэйрдэй Которые там И ни в одном видео Вы не увидите Человек Который катается В шлеме И вообще Их там Ну как бы Ну просто Это не круто Это все пошло Со скейта С серфа И так далее Вы не увидите Людей в защите В этих видах спорта И начинали все Именно безбашенно Сдемонстрировать Свою Соответственно Все катаются Все время Без шлема А тут соревнования А соревнования Показывают По федеральному телевидению А в федеральном телевидении Смотрят дети И поэтому нельзя Неприслегнутым Ездить в кадре В машине Точно так же Нельзя Кататься На сноуборде Или на горных лыжах Без шлема На соревнованиях И соответственно Это запрещено А тебе это Всей твоей природе Противно Как ты это продемонстрируешь Ты придешь В маске Одетой на шапку Как ты катаешься Всю жизнь Демонстративно Сверху Оденешь шлем Для того чтобы Проехать трассу И потом Ты его снимешь Если на нем Нет наклейки Смонцерстой Но Именно Вот эта Фишка И Здесь Получается Так что Ты смотришь На спортсменов Которые так делают А потом Ты постепенно Начинаешь Встречать людей Которые так делают В повседневной жизни Это неудобно Но Обычно Это круто Это круто Без этого Ты не будешь Крутым Если у тебя Цель Продемонстрировать Какой ты крутой То ты должен выглядеть Как минимум Шон Уайт В телевизоре Соответственно Ты должен надеть Сначала маску А потом Шлем А когда ты В кафешке Или На подъемнике Пытаешься Шлем посмотреть Тебе нужно Шлем Вместе С маской Взглянуть Назад Как они Делают И Нормально Ну Серега Это же Неудобно Вообще Реально Неудобно Зато Смотри У них Есть возможность Изнутри Кусочек Пенки Вытащить Именно там Где стреп Для того Чтобы Не давил На голову Под шлемом Я сейчас Пытаюсь Ради стиля Убрать Эти дурацкие Уши Только мешают Но не получается В общем Я вот так Вот еще Отлично Это конечно Честно говоря Это Не совсем Не-не-не Это хорошо Выглядит Но я так Симпатичней Намного Мне кажется Нормально Так и надо И Вот раз уж я надел Наверное Нужно рассказать Про Гейперс Гэп Расскажи Кто такой Гейпер И что такое Гейперс Гэп Про свет Ну да Так как Неизвестная тема Об России Почти Огромное количество Людей Которые вдруг Стали Сноубаргистами Это то Что Россия Пережила Ну буквально Недавно Может Год 3-4 назад В Америке Это явление Достаточно Давнишнее И там Действительно Огромное количество Людей Которые пошли Ближайшие Охотничьи Или какой-нибудь еще Магазин Купили просто Первую попавшуюся одежду И пошли кататься Соответственно Они выглядят ужасно Ну в основном В массе своей Ну это совсем Прям плохо Это серые куртки В обтяжку Штаны Врезавшиеся Сзади Затянутые На талии Это орехи На коленнике Одетые Сверху На штаны Ну то есть Вот это все И один из Один из основных Признаков По которым Бодрящиеся И над всеми Насмехающиеся Правильные Стильные Сномбардисты Отсекают Вот этих лох Это так называемый Гэп Гэп Это расстояние Между шлемом Или шапкой И маской Соответственно Гэпа быть не должно Если ты крутой А если у тебя Маска одета вот так То ты вообще орех Ну Бывает В течение времени Они расходятся Но вот за этим Надо следить За гэпом Надо следить Но вообще Это определенный Это настолько Маркер Такой внутренний Тусовочный Что это становится Ну как это называется Настолько фейл Что даже вил Что иногда Люди делают это Специально Да Супер гэп Супер гэп Да То есть Они вот так делают Это очень часто Случается Когда Ну то есть И вот И ты сразу понимаешь Что Человек опасный Что он Над стилем Вообще Да Уровень бог уже Ну то есть У них Гэпер Это человек Катается с гэпом И То есть Это Синонимы Слово Орех У них есть Вы можете погуглить Гэперс Дэй Это на самом деле Уникальное событие Где Все Собираются На гору И одеваются Как можно Ложой Вообще Они заправляют Собираются Это отдельно Какая-то Веселье Давайте Все Оденемся Как лохи И И вдали Вообще И можно Кататься И так И сяк И падать Кувырком И Антигламур 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 И так вот Друзья из инстаграма Мы ответили на вопрос Про кегуруми Да? Это то же самое Но это Это прям совсем агонь Это вот Опять таки Я друзей Прорекламирую Для своих Есть шикарная группа Сноубординг Сакс Наша Российская И вот они частенько Проходятся на тему И хвостов И Катания В купальниках И семейниках И И на тему Костюмов Зверей Костюмов Зверей То есть это примерно Как Опять же Это дно Ребят Это дно Не надо Так делать Короче Но если Вам реально Пофигу И вам нравится То Нет Костюм Костюм Зверя Одетый На Сноубордический Склон Можно улучшить Только одним Способом Нужно одеть Такой каплевидный Школьный Рюкзак Без пояса И к нему Сзади Прицепить Дорогоз И колонку Вот тогда Никто уже Не поборит Если это Девчонки Делать То еще Самый Обязательный Момент Самый Обязательный Момент Это Сбоку Из-под шапки Выпустить Волосы Чтобы Они вот так Делались Поджопник 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 Да Одного Ну да Вот Воротах Это мало Кто делает Да На нашем Фурорте Все время Делают И 2010 год Этап Кубка мира По фрирайду Приехали Все лучшие Райдеры Вот эти Дорогущие Гортексовые Камбезы Кай Закрисон Приехал Вот Райдер Соломона Реально Стильный С дредами Короче Круто катается И вот Ну их таких Было много И Альбика Сервис Вот эта Старая Еще кресельная Канатная Дорога На этап Отменили Было Очень тепло В конце Января Прям шел Дождь И мы Все такие Ну реально Ну я признаюсь Я тогда Использовал Вот этот Поджопник Вообще Он у меня Был красный Реально Как у Паниана Или Бабуина Но Это я Тоже Я не понимал Я у кого-то Увидел Ну то есть Порог входа В субкультуру Очень высокий Сложный Дорогой Тогда была Альпика Креселка Альпика Креселка Да То есть Не было У меня были Ну штаны Вполне себе Посредственные Они промокали Теплый курорт Мокро Ты пока Поднимаешься На подъемнике Тут идет дождь Там снег Хотя бы У тебя Будет попа сухая Ну вынуждены были Каждый раз Убирать этот поджопник Был олень В итоге Все с ними катались Ну как бы Это вот такая Внутриковая Особенность Курорта Да Он был красный И вот И приехали Все эти крутые чуваки А поскольку У нас был Не только поджопник Там еще За 20 Или за 30 Рублей Продавали Вот эти Полиэтиленовые Плащики Разноцветные Вот это вот Шоу презервативов Альпики Сервис С поджопниками Приезжают Эти буржуи И видят Вот как мы тут Позоримся Короче Ну потому что У нас не было Гортексовых Комбезов Но Проходит 3 дня Я прихожу на подъемник Стоит Кай Закрисон В таком же Вот полиэтиленовом Плащике Потому что Гортекс протек Как бы И Ну реально У кого-то там Есть вот эти фотки Ну Вот как Практичность Победила стиль Как бы Закрисон Потек Да При виде красного поджопника Вот Ну и И вот про Кебуруми Вот эти костюмы Если вы Надели этот костюм Если у вас Вот этот там Рюкзак Колонка Вот это И вы просто Выезжаете На Самый большой Кикер В парке И просто Сходу там Делаете что-то Очень крутое И просто На стиле Уезжаете Ну так Тогда можно Тогда вы Патролили всех Тех Кто собирался Только что Над вами поражать Вот эти вот Модные чуваки Типа там Вот я сейчас Такой степусь А это отстой А ты вот в этом В этом всем барахле Взял и показал Как надо делать И тогда можно Я так считаю Этого никогда Этого никогда Этого никогда На Гейперс Дэй Да Это будет только На Гейперс Дэй Про засирание досок Наклейками Еще надо сказать Я помню Старые Самые первые фильмы Когда снимался Вот Крейг Келли По-моему У него еще не было А когда был Молоденький Терье Хаккенсен Там лет Наверное Сколько там было 13-14 Показывали Какие-то соревы И Сноубордисты Когда они уже были Типа Такие Ну взрослые Серьезные Я вот сейчас Год не вспомню У них На носу доски На шлеме По-моему Не знаю Были обязательные Наверное Не было Обязательных Шлемов Тогда Поэтому На шлем Их еще не клеили И У него был По-моему У него был Окли Этот логотип И И когда он стоял Присмотритесь Когда соревы Он всегда Берет Свою доску И в кадр Пихает Весь этот набор Наклеек Которые На доске Да Это часть Контрактора Вейкбординге Ну везде Наклейками Наклеить Пару Логотипов Чтобы все Думали Может быть На доски Чтобы Вы Ну это Куча лишних Контактов Все Раздают Наклейки Потому что Мы все Любим Любим Их Лепить На доски Ну на Лыжи Ну на доски Все таки Доска Больше Удобнее Ну заклеивать Поэтому Вот это Очень крутая Бесплатная Реклама Не На самом деле Нужно понять Что все таки Это самый простой Способ Индивидуализировать Как по дизайне Самый простой Доступный Способ Либо ты Купил просто Белую доску С черным Скользяком Либо ты Купил Такую же доску Как у твоего соседа И наклейка В принципе Позволить ей отличить Особенно Когда ты выходишь Из кафешки И там стоит 30-40-50 досок А ты От наставки Набрался Наклейку Можете спасти Но конечно Да Переборщить То есть Это не за сирание Нет Ну как бы Придание Индивидуальности То как Нет Ну что На самом деле На самом деле Как бы Это еще один способ Продемонстрировать Своё превосходство Ну можно Да Просто подойти И сказать Оу У тебя столько Много Наклеек Нашли Ты чё Спонсируешь Спонсируем Спортсмен Ну как бы Для простых людей Нужно понимать Что Не стоит сейчас Прямо Даряться В снов Для простых людей Это способ Проявить Каким-то образом Свою индивидуальность И вообще В принципе Рассказать людям Что им нравится Что им нравится И что У них Айфон С айфоном Мне нравится Например Магазин Траектория У меня на сноуборде Огромная наклейка Траектория Я хочу Чтобы отсветилось На всех фотографиях Ну то есть Мне это важно Я хочу Об этом сообщать Это же месседж Способ сообщить Есть люди Которые просто Ну как бы Повторяют То что Их любимые Спортсмены Радбуловскую наклейку Нет ничего Глупее на свете Чем наклеить Себе на снорягу Радбуловскую наклейку Самостоятельно Ну потому что Есть спонсируемые люди Которые за это платят Деньги А ты Ну просто Как бы Повторяешь за ними На самом деле Это любовь к бренду Если ты любишь Бренды Ты наклеиваешь Возможно любить Радбула Почему? Возможно Возможно любить Радбула Нет Можно любить Спортсмена И более того Можно любить Бренд А не любить Напиток Бренд Я говорю Ну то есть С огромной радостью Я наклеиваю К себе на шлем Или на сноуборд Наклейку Бертон Потому что Я обожаю Бертон Потому что Он сделал Такую снарягу Которую Я с ума скажу Например И она была В комплекте С доской Была наклейка Ну Вот Все Вопрос Катания Вопрос Нет На креечке С мест катания На креечке С мест катания Это круто Круто Круче Когда это у тебя На туле Который закреплен На твоем крузаке На чемоданах На ноутбуках Там на самом деле Много Куда можно На фейх На холодильник На лифт Но холодильник И лифт Мало кто увидит Ну вообще Мы тут сейчас Говорим Говорим о какой-то Очень важной вещи Говорим о брендах И о сообщении Месседжи Что такое бренд Вообще В принципе Если мы задумываемся Над тем Что такое бренд Бренд Это какое-то Сообщение Ну Так как Философский Да Кто я Что я Купность Материальных Экономических И рекламных Факторов Которые вместе Составляют Единый образ Какого-то Товара И услуги Или что-то такое Помню В учебнике было Если говорить Простыми словами Это то Что я хочу сообщить Миру Делая вот эту хрень Вот эту штучку Сноукборд я делаю Я передаю И какую-то Индивидуальность Делая какую-то Одежду Там Являясь Аирбластером Да Я являясь Аирбластером Я хочу сообщить Миру о том Какие мы Крутые вещи Делаем И вот они Мы Посмотрите Крутые И вещи у нас Крутые И стиль у нас Крутой И вообще Мы любим Очень сильно Кататься И любим Все кто катается Вот это вот Аирбластер Например И человек Который покупает Эту вещь Человек Который Соглашается С мессенджем Ну Это основа Маркетинга Основа Брендформирования Человек Соглашается С тем Мессенджем Я не согласен С тем сообщением Которое передает В мир Ролекс Мне он не близок Это сообщение Этот мессендж Мне не близок И я не собираюсь Его ретранслировать Всем своим знакомым Я не покупаю Ролекс На самом деле Не поэтому Ну ладно Ну это тоже важно Мне нравится Никсон Мне очень нравятся Люди Которые за этим Стоят Мне очень нравится Прорайдеры Никсон Мне очень нравится Месседж Этого бренда Я готов Купить себе Часы Никсон И я даже Готов Найти наклейку Никсон И наклеить себе На сноуборд Правильно И я сообщаю Об этом Всем моим знакомым Тем Кто подписчикам Мои ленты Да А тем более Сейчас Каждый человек Это свое СМИ Блогер Там Инстаграм Фейсбук Контакт Купилиш селфи С доской Все это видят И мощность Твоих Месседжей Коммуникации К миру Ее Сегодня Как раз Не стоит Преуменьшать Действительно Каждый человек Поклонник Какого там Адепт Какого-то Либо бренда Он Может ему Помогать Так вот Как раз Человек Который Завусоривает Это сообщение Который Снарягу Доску Машину Не важно Что Дверь в туалете Превращает В Место Куда он Наклеит Вообще Все Что Каким Образом Клеится Хоть Как Нем Даже Долит Даже Наклейку С бананом Да Ну Получается Что Вот Тебя мусор Белый шум Единственное О чем Я хочу Сказать О том Что Мне нравятся Наклейки Для меня Как Для Многодетного Отца Этот Месседж Означаешь Человек Застрял Где-то Между Шестью И Двенадцатью Годами Ну Собственно Вот и Все В какой-то Момент Тебе Уже Хочется Не транслировать Всем Что Ты Маленький Хочется Транслировать Всем Что Ты Взрослый Соответственно Приходит Вкус Приходит Понимание Что Не надо Наклеивать 500 Наклеек Нужно Наклеить Две Которые Действительно Ты их Разделяешь Есть же Болезнь Стикербомбинг Законитерма Ну Для меня Это болезнь Они Лекают Везде Так Ну что У нас На самом деле Время Подходит Десять К чему Мы Еще Современный Вариант К чему Пришли Есть Какие У вас Идеи О том Что Забыли Про рюкзак Спрашивают Про рюкзак Блин Ну это Очень хороший Вопрос Большой Объемный Функциональность Рюкзака Зачем он Нужен Как еще Мы сейчас Можем дойти До Сноубордов Не дай бог Рюкзак Изначально Для большинства Людей Катается На простом Пригородном Курорте Это место Куда он Положит Кеды Потому что Он приехал На электричке Так Было В то Время Когда Якор Начал Кататься Турист Это Необходимо Там Лежал Термос Термос Не Двухлетрушка С Очаковской Вот И Соответственно Туда И палки Едает Ну Туда Убирался Чехол Если Ты едешь С чехолом Потому что В метро Не пускали Сосноводом Ну и так Далее То есть Это Чистый Функционал Это Неудобная Дряная Тяжелая Хрень Который Болтался За спиной Мешал Ты Судорогу Но Ты Для молодежи Наверное У меня У меня В окружении Не осталось Людей Которые На электричке Они Наверное Есть Может быть У меня Час Изменилось И там Все так И осталось Но люди Ездят на машинах А? В горах Рюкзак В горах Рюкзак Нужен Для всего Что не поместилось К вам В куртку Это Очень просто Все Что вы Хотите Взять С собой Вы Положите В рюкзак Пуховку Лопату Половинку Всю Термос Пауэрбанк Пауэрбанк Да Допументы Ключи От машинной Отвертки После Подойдем И я Все расскажу У нас Реально Сегодня Посвящено Стилю И тому Как Выглядеть Там Сномбардистом Вопрос Маска Или очки Маска С рамкой Или без Вообще Маска Или очки В английском Язике Есть отличное Слово Гагл Которое Обозначает Вот Как раз Вот это Вот А в русском Языке Нету Кататься Нету Нет Я просто Это тоже Важный момент У них Есть маска Да У них Есть маска Очки Есть Гагл Это для Начинающих Важный момент Обычно Ты палишься Что ты Чайник Если ты Называешь Маску Очками Принято Называть Вот это Вот Маской Ну Гагл Да Это Маска И Вопрос Вопрос Наверное Звучал Не в этом Кататься В очках Или в маске Все-таки Да Ну и так У любой вещи Есть своя функция У сноубордической Горнолыжной маски Первая Основная Функция Защищать У нее Пластиковая Оправа У нее Пластиковый Фильтр Защищает От снега Летящего В лицо Защищает От веток Защищает От холодного Воздуха Который Бьет В лицо При падении Сохраняет Верхнюю часть Соответственно Очки Всего этого Не делают Поэтому Вопрос Кататься В очках Не стоит Вообще Кататься В очках Можно В расслабленном Виде В альберском Секторе Когда ты Туда-сюда Аккуратненько Укол-поворот На горных Лыжах И Ну Тебе Хорошо С рамкой Или без рамки А Если Ты при понтах Конечно Без рамки Нет Ну то есть Это современный Тренд Это модно И сейчас Вот так Красиво Все Что ты еще Сказали А мне Мне удобней Когда тебя Закидывает снегом И снег Чуть-чуть Липкий С такой Без Рамочной Штуки Удобнее Как дворником Смахивать снег Да То есть Чуть-чуть Разница есть Немного Зеркалка Дорогая Царапается Клевое селфи Зеркалка Когда светит Солнышко Да Это всегда Все очень просто В зеркалке Ну Вече Слушка Неплохо Да Маска Это расходник Ну Нужно понимать Опять-таки Что есть Ну Все очень просто Первое Если у вас маска Единственная Она должна быть Не зеркальной Потому что Маска Это средство защиты Средство защиты Нужно тогда Когда снег летит Плохая погода Тучки Солнышко В любом В любой момент Тебе эта защита нужна Поэтому ты ее одеваешь Если у тебя маска такая Что когда пошел снег Пришли облачки А тебе ее приходится снимать Эта маска бесполезна При 90% случаев катания Я знаю людей Конечно Можно сейчас говорить Про людей Которые полетят в альпы Которые выглядят в окошко И если там облака Они не пойдут Они пойдут на шопинг Или пойдут в аквадок А если солнышко И хорошая погода То они пойдут кататься Для них Да Маска единственная Может быть зеркальной Но Поэтому она Первая маска И она должна быть Обязательно Всегда С этим С контрастным фильтром Зеркалка Должна быть только Второй маской Можно Нудный вопрос По поводу того Что снобальтисты Сейчас Мода катается В серой Черной одежде Это для хулиганов На склоне А все-таки Те кто Во фрирайде Как должна Поисковая работа Облегчить И так далее И разумно С этим есть Определенная Сложность Да И здесь Все-таки Нужно понимать Что если ты много Времени проводишь На фрирайде Если ты много Времени проводишь Вне трасс То тебе Скорее всего Больше подойдет Аутдорная одежда И если мы Посмотрим внимательно Нет Конечно Есть Есть Аэрбластер В верхней линейке 35-й мембраны Комбезы Есть Да на Испа Много было Есть Телептеховская одежда Там еще что-то Да это моды Против моды Не попрешь Значит купите Оранжевый рюкзак Купите Оранжевый шлем Ну то есть Маску с ярким Стрепом Да Но я катался Сейчас я секунду Я катался там В шеребеше С ребятами В черном комбинезоне Полностью в черном И они говорят Что это крайне неудобно Если я останавливаюсь Их ждать То пока я не бесшевелюсь Они меня не видят В лесу Ну то есть Это действительно неудобно Если ты убрался И упал где-нибудь Кубарем Пролетел 20 метров Кувырком На тебе белой курткой Голубые штаны Ну девушки Да Часто так То найти тебя Очень сложно Даже просто подъехать Спросить Баланс между Модный И ты Узнаваемый Безопасно Тебя друзья видят Ну все-таки Я считаю Что мы говорим О выживании В экстремальной среде Это не клубные вечеринки Это катание в горах И при катании в горах Функционал превыше Трендом Поэтому Если ты собираешься Действительно катать Фрирайд То нужно Обрести Яркий элемент одежды Либо рюкзак Либо шлем Либо там Ну хотя бы маску Либо свисток Ну маска Как в Шерегешин Мород там Тонет И все Нет Если ты в Шерегешин Вернул под елку В яму Тебе уже не важно В чем Ну то есть Там никто не видит Вопрос именно в том Что Ну гиды Если вы приедете На любой гормолыжный курорт Гиды будут в красном Оранжевом Их должно быть видно Когда я поехал Вы за мной Вот И увидишь Ты за ним поехал Но спросить гида Будет ли он кататься В красном Оранжевом Просто так Каждый день Ну скорее всего Не круто Да А там вот Вопрос По поводу защиты Еще У меня защита Такая То есть у меня Плечи Защищены Курткой Да То есть А у него Все Здесь Но мне не нравится То Что Я когда Круто Одеваю Реально Это выглядит Некрасиво Потому что Такие огромные Амсивные Плечи То есть Плюс Два Метрично И Я хотел спросить Как вот Лифтборд Получается На несколько размеров Больше Взять Ну в принципе Да Это самый простой вариант А взять Просто Большую плотку Альтернативу К примеру Как Желет Для Желет Для Подобная Какая Защита Я Все Была Безопасна Но И при Эм Была Облегающая Ну Вот же Форма Есть Футболки Затем Ну да, защита на самом деле гораздо чаще нужна на простом склоне, особенно в новогодние праздники, чем на фрирайде. Интересуется анораком? Анорак? Анорак это просто очень круто. Это стильно. Ну то есть это вне зависимости от сноубордиста или нет, кто угодно ты можешь быть, но если у тебя куртка надевается через голову... Мне очень нравится. ...сбоку растягивается, то это очень круто, потому что ты вообще не такой, как все. Ну то есть все достаточно просто. Если раньше мы говорили про анораки, ну то есть откуда это все появилось? Не было проклеенных молний, не было мембран, не было всего остального, и люди, находящиеся в экстремальных погодных условиях, серьезных экстремальных, походники и так далее. Им важно было защитить вот эту часть от воды, я не знаю от чего, от снега, еще от чего-то. И они сознательно шли на ухудшение удобства ради того, чтобы себя защитить. У них жарко, да, в момент, когда жарко, ничего не достигнешь особо. Ну да, зато ничего не попадает сюда. Там энцефалитки, да, в советское время в походниках назывались эти штуки, которые от клещей защищают. Ну то есть сейчас, когда одежда функционально может защищать тебя и от холода, и от ветра, от снега, от воды, от всего угодно, даже имея молнию посередине, анорак остается исключительно стилем. Просто, просто крутая куртка. Еще хотел добавить, вот мы когда катались на Камчатке, ходили в музей истории, и там были древние одежды олеутов, старых рыбаков, и как раз анорак, ну пошел во многом, ну, они его точно тоже изобрели. И ты смотришь на куртку, которая там, ну, очень много лет, и она выглядит как современный пуховик вот этот простроченный. Они шили из внутренности животных, все это, ну, прошивали, это все надевалось через голову. Сначала вот эта кухлянка, которая, ну, тоже через голову надевалась, но у них не было ни молнии, ни пуговиц, и так было проще сохранить тепло. А сверху надевалась пропитанная тюленьим жиром, как раз вот такая вот, ну, такой анорак, который защищал от воды. Ну, то есть, это был просто функционал. А потом норвежцы, ну, там, экспедиции, там, Амонсена, по-моему, вот они как раз оснащались анораками. Я могу ошибаться, но вот что-то еще из той истории в корителе. Ну, хорошо, все просто, да, анорак — это шкура с дыркой посередине для головы и сшитой снизу. Ну, то есть, я ничего проще не придумаю. Так, что? Еще вопрос, куда цеплять гулпроху? Куда цеплять гулпроху? Я видел видос, придумали же держалку в зубы. Там такая капа боксерская, из нее торчит кронштейн. Ну, что-то давно уже. Для бейкеров, да, для кайперов, бейкеров. Ну, не для кайперов, а только в воде катают. А то можно на ту штуку, на которой вы видели, хвост проделал. Там смысл в том, что, когда у тебя в зубах в капе гулпро — это, типа, самое трушное от первого лица. Вот как райдер видит, так и камера снимает. Потому что на голове это уже не то, на груди это уже не то. Куда цеплять гулпроху — это вопрос исключительного стиля. Мы здесь. Да, и очень крутой случай был тоже про стиль. Один наш знакомый, когда только начинал кататься, он пошел и купил себе всю самую топовую снарягу, крутую доску. Купил гулпро последней модели и поехал в Альпы кататься. И вот он поднялся на самую высокую гору, на самом крутом подъемнике. Ну, я так чуть утрирую. И вот стоит он такой, ну, кататься, рассказывает, что еще не очень умел. И слышит русскую речь. Такой подходит. Ребята, а где тут синяя трасса? И ребята что-то поржали такие. Говорят, блин, а с виду такой волчара. И вот как раз вот про все эти приблуды, которые там вы можете накупить. Ну, немножко не в тему, но с GoPro тоже связано. Вот пока вы не спросите где-то синяя трасса или пока вы не поедете, это все работает. Когда вы едете, не важно в чем вы одеты. Ну, вот представьте себе, там, человека видно издалека, не видно какой у него лейбл там, не видно что за одежда. Но если он красиво едет, это видно издалека. И не важно в чем он одет, вообще пофигу абсолютно. Когда человек разрядился, вообще прям его очень видно, потом будет важно как он поедет. Про крепить GoPro. GoPro это камера, типа твоя персональная камера. Есть как POV, да? Правильно? Или как? Да, Point View. Да, Point View. То есть это камера, которая, типа, снимает, ну, там, от первого лица. И ее прикол в основном в этом. Там даже есть этот режим Super View, который расширяет и, типа, придает больше высоты твоим пролетам, короче. Ну, он увеличивает экстремальность твоей каталки. И, ну, есть две основных темы. Вот, ты его крепишь на голову, это тупо удобно. И есть селфи-палка. Ну, кто любит селфи, вот этим болеют. Я, например, селфи-палкой катаюсь на себя, потому что, когда в глубоком снегу едешь, ее не так закидывает. Но она не объективом в снег, а ко мне и не так, ну, не так многое видно, как меня накрывает, как я такой, там, ну, снег. Ну, то есть тогда очень много зависти от людей, которые видят, сколько снега я сегодня поел. Вот. Я думаю, GoPro это инструмент, а не результат. Вот. И инструмент, который дает тебе то, что ты хочешь. Вот ты какой кадр хочешь получить, туда ты и крепишь их. Ну, на самом деле. Да ладно, надо купить все. Не, ну, если ты снимаешь с какой-то целью, если это не Dashcam, типа, ты просто включил и 24 часа снимаешь то, что вообще никто и никогда в жизни не будет смотреть, то в этом случае пофигу куда крепить. А если ты знаешь, зачем ты снимаешь, наверное, ты себе примерно представляешь, какой ты хочешь получить кадр, туда ты ее и крепишь. Да, Серега? Да. У нас как постоянный пользователь. Да. Надо еще купить, монтировать себе. Купить, монтировать. Купить, снимать. Купить, монтировать. И купить, делать то, что стоит снимать. Да. Есть еще вопрос? Катание с использованием кантов – это давно забытое искусство предков наших. Ну, на самом деле, все очень просто, все приходит волнами, и вещь, которая проявляется как коровы, и доступна немногим, потом постепенно становится популярной и популярной, и в результате становится массовой. И если ты хочешь продолжать оставаться не как все, то тебе нужно переходить на следующий этап. То был джибинг, то потом был фрирайд. Сейчас, если ты доплюнуть некуда, при фрирайдере попадешь. Поэтому нужно проявляться каким-то другим образом. И сейчас выходит, это так глобально, выходит на сцену карвинг. Карвинг – это то, что невозможно купить. Карвинг – это то, чему нужно учиться. Это катание красивое, правильное, так как оно было когда-то давно. То, что уже и на лыжах-то, в принципе, потеряно с появлением рокеров, обратных прогибов и всего остального. Это как бы вытряхивание из старого пыльного мешка, старых каких-то дедовских способов и заново все это вытаскивание. Я уверен, что скоро у лыжи придет классика. Уже. Уже. Острияки в этом году заявили, что снова карвинг типа не круто. Нужно учить людей, начинающих красиво кататься проскальзыванием. А что это в этом году? Онлайн-как очень давно. Почитай. Я тебе скину ссылку. Ну, короче, да, действительно, сейчас для того, чтобы выделиться на склоне, необходимо здорово уметь кататься и правильно резать дубу. Держать, не сбрасывать пяточку, перекладывать перекантовочку локоточком. Обратный камень. Можно посмотреть Явгунс видео. Все дела на Гамаши. Ребята, которые просто мочат джиппинг на маленьком курорте. И при этом они все это перемешивают с такого уровня красотой, что хочется все бросить и опять начать карвить. Да. Тем более, что сейчас, благодаря достаточно широкой снаряге, достаточно удобным прогибам и жесткости досок, в принципе, можно учиться не обязательно вставать в пластику, не обязательно вставать на узкие доски, на селедки карвинговые. Что будет научиться этому? Кто в интернете или кто здесь? Да, да, да. В траектории скоро появится, в прошлом году чуть-чуть появился, а так вообще скоро появится бренд от людей, которые просто все время орут про карвин. Это каруа. Австрийцы, швейцарцы, немцы. Вот такая тусовка. И они делают уникальные совершенно доски, где-то на грани между адским пухляковым фрирайдом и очень крутым правильным карвингом по веревету, по идеальному. Доски, которые и до этого подходят, на которых можно действительно красиво, круто, технично выкатывать, которые требуют от тебя этого. И у них есть шикарное видео, серия целая Earning for Turning. Просто достаточно в YouTube набить каруа. Это четвертый выпуск, их там первые три больше по фрирайду, пятый тоже по Японии, по-моему. А вот четвертый выпуск, прям вот, он идеально показывает всю красоту современного, не лосины, не двухметровые гигант с лалом доски, без пластика, а как это правильно действительно сейчас. В Дагфуте. В Дагфуте. Да, я на этих доске даже. Ну, чтобы туда и... Широкая доска, жесткая, кембер, а ноги стоят вот так вот у них. Посмотрите, Earning for Turning, ну, типа, зарабатывание для поворота, да? Я не знаю, я сейчас не помню сейчас точно по буквам. Ну, в смысле, какая геометрия? То есть, вот эта комбинированная, там, выпуклая, вогнутая, подходим вам для этого или нет? Да и на чем угодно можно это сделать. А это должна быть доска жесткая, торсионная. То есть, это должна быть не ученическая доска, вот и все. Она должна держать ваш вес на хорошей скорости на конту. Вот это, наверное, единственное требование. Потому что, мне кажется, и на фристайлин-трине, и на фрирайдной доске можно это сделать, если умеешь кататься, и доска достаточно жесткая. Да. Все. Из того, что мы наснимали, нарежем видос, чтобы все было подинамичнее, и там мы будем меньше тупить, чем, ну, все в реальности, и выложим все это дело на YouTube. Ну, наверное, где-то в течение, там, недели, наверное, и в сети. Вот. Карвинг? Ааа, модный Карвинг. Да, почему сегодня моден Карвинг? Ром, расскажи, это очень крутая история. Если кто... Не будешь? Я так не расскажу, как ты, к сожалению. Вот еще есть очень крутой пример. Вот мы в анонсе обещали. Тема стиля каких-то понтов, ну, пардон за это слово, при занятии своим любимым хобби, она вечная. Ну, то есть, я недавно перечитывал в очередной раз Анну Каренину. Ну, это... Это понты называется. Не, она мне просто очень нравится. Ну, действительно. Книга на все времена, книга рассказывает про то, как там жили, отдыхали и тусили люди. Там есть смс-ки, которые по пьяни он напивался и отправлял мальчика с записками. То есть, ну, книга очень современная. И там есть момент, когда Стива Облонский, ну, собственно, один из главных героев, пошел на охоту. Его друг Васенька Весловский пошел с ним на охоту в первый раз. То есть, вот он новичок. И этот Васенька пошел и закупился по полной. То есть, он был на полном новье. Ну, у него было все абсолютно новое. Там сапоги, одежда, вообще все-все-все. И тут выходит Стива Облонский. И сразу видно, что... Я вот сейчас не процитирую, к сожалению. Но смысл в том, что ремни, все у него снаряжения, сапоги были старые, потертые. Но ружье новой модели было игрушечкой. И Васенька посмотрел на него и все понял, что он по сравнению с ним выглядит, ну, абсолютным чайником. Потому что вот это вот человек, по которому видно, что он давно в деле. У него дорогая, но потертая снаряга. Это, кстати, вопрос... Ну, там, фрирайдеры часто заклеивают скотчем, да. Не только там можно пойти, зашить, заклеить изнутри специальной лентой, да. Но это не делается. Это отчасти еще и понты, да, я бывал. И шмот грязный, значит, я катаюсь. Ну, то есть, далеко не всегда одежду не стирают. Ну, не потому... Я вот, например, тоже... Ну, грешен, грешен как бы. Когда там грязный шмот, значит, ты катаешься, там порвано. О, значит, это вот у меня вот та ветка. Это я там порвал штаны со скалы, сползал. Ну, то есть, есть определенный момент, который прослеживается и стоит 200 лет назад. И всегда вот эти понты были. И нужно понимать, что они всегда будут. Ну, нужно к этому достаточно спокойно относиться. Вот... Да, наверное, на словах вот этих вот Ваня Николаевича и Толстого было бы круто закончить.